В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. Ехала в гости к бабушке и дедушке. Стали известны подробности гибели 4-летней девочки в страшном ДТП на областной трассе. Оставил подростков без отца, а сам скрывался. Вдова погибшего велосипедиста потребовала у виновника аварии 3 миллиона рублей. Масштабные перекрытия и дополнительные экипажи. На этих выходных в Новосибирске пройдет рейд «Нетрезвый водитель». В начале выпуска расскажем о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали сегодня утром в Новосибирском районе области. На трассе иномарка сбила пожилого мужчину. 21 июля около 8 утра на территории Новосибирского района водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем Митсубиси Лансер, двигался по автодороге К-12 Новосибирск-Колывань-Томск со стороны города Новосибирска в сторону поселка Колывань. И на 20-м километре совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. От удара мужчину отбросило на несколько метров в сторону. Пешеход получил смертельные травмы. Почему автомобилист не остановился перед разметкой, неизвестно. Вполне возможно, ехал с превышением скорости и просто не успел задормозить. Подтвердить или опровергнуть эту версию помогут комплексы фиксации нарушений, которые установлены недалеко от места ДТП. Водителю грозит лишение свободы. Права придется сдать. Стали известны подробности гибели четырехлетней девочки в ДТП, которое произошло 18 июля. Тогда на областной трассе столкнулись фура и пассажирский автобус. Трагедия произошла на 1319-м километре автодороги Р-254 Иртыш. Трансфер следовал из Новосибирска в сторону поселка Северное. Внезапно на пути автобуса оказалась фура. Водитель грузового автомобиля Ситрак выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Гран-Бир, осуществляющий постоянный маршрут. В результате данного происшествия девочка четырех лет погибла на месте происшествия, а также три пассажира получили ранения. После столкновения длинномер съехал в кювет и увяз в болоте. В автобусе разбились несколько боковых стекол. Основной удар пришелся на левую часть корпуса, на места сразу за водителем. Как раз там и находилась маленькая девочка. Я еду, проходил встречная машина, и тут мне навстречу выезжает фура. Я принял право чуть-чуть. Что успел маленько принять право, но он тоже, видать, с хорошей скоростью шел. Он мне ехал и все. А пассажиров у вас много было в салоне? 18 человек, я 19. Позже стало известно, что малышка вместе с мамой ехала в гости к бабушке с дедушкой. Девочка сидела на отдельном кресле, как положено. Но вот была ли она пристегнута, сейчас устанавливают специалисты. В отношении шофера грузового Киа возбудили уголовное дело. Проводится доследственная проверка. Родственники погибшего в ДТП мужчины пытаются отсудить у виновника аварии денежную компенсацию. Вдова потребовала у автомобилиста 3 миллиона рублей. Велосипедист погиб под колесами внедорожника в Зельцовском районе Новосибирска. Водитель даже не удосужился притормозить и скрылся в неизвестном направлении. Причем сначала инициатор ДТП отъехал на небольшое расстояние, а затем вернулся, посмотрел на тело погибшего и отправился дальше. На месте трагедии остались только осколки разбитой фары. По ним инспекторы вычислили марку и цвет авто – синяя «Хонда». Таких на Сибирске было около сотни. И только одна зарегистрирована на Кубовой, совсем рядом с местом аварии. Госномер установили благодаря камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Владелец «Хонды» регулярно проезжал по Мочищенскому шоссе. Вероятно, проживает поблизости. После ДТП, которое произошло в 2.50 ночи, автомобилист направился в сторону Красного Яра. Машина проехала под очередной камерой в 3 часа 16 минут и уже с разбитой фарой. Собственником оказался некий Денис Ботва. Мужчина несколько дней скрывался от полиции, но потом, заручившись поддержкой адвоката, сам пришел к правоохранителям. Оказалось, в момент аварии он вообще не имел права садиться за руль. А вы левшины были за что в водительстве? Ну, за вождение и не трезвое действие. Ну, а в самый момент ДТП были трезвыми? Конечно. А почему скрывались? Ну, потому что только освободился за эти моменты, когда он испугался. Буквально за месяц до трагедии Ботва освободился из колонии-поселения, где отбывал наказание за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил нарушителя к 8 месяцам лишения свободы. Однако это не послужило уроком. Следователи выяснили, в момент столкновения с двухколесным транспортом автомобилист был пьян. Стоит добавить, что под градусом находился и велосипедист. В итоге за смертельную аварию Дениса приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима. Супруга погибшего рассказала, что ее муж был заботливым отцом. Для 15-летнего и 11-летнего сыновей потеря стала ударом. Женщина потребовала выплату размером в несколько миллионов. Помощник прокурора Зайльцовского района иск поддержала. А сейчас подробнее о дорожных инцидентах, которые произошли за минувшие сутки. В Берске загорелся автомобиль. Владельцу пришлось ночью спасать свое транспортное средство. Происшествие случилось в микрорайоне Космический. Киа стоял на парковке во дворе дома номер 129 по улице Первомайская. Неожиданно иномарка вспыхнула. Пока мужчина тушил авто, огонь повредил двигатель. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Никто не пострадал. Новосибирские инспекторы ДПС помогли родителям пятилетней девочки оперативно добраться до больницы. Во время поездки у ребенка начались боли в животе и тошнота. Ситуацию усугубил и многокилометровый затор, в который попала семья. Стало ясно, что в больницу не успеть. Тогда родители позвонили в дежурную часть ГИБДД. Информацию передали экипажу ДПС, который дежурил неподалеку. Лейтенант полиции Александр Тамбовцев и старший сержант Александр Кожемякин прибыли в указное место. Пересадили девочку в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и отправились в лечебное учреждение. Убедившись, что с ребенком все в порядке, инспекторы продолжили дежурство. И последнее. Важная информация для автомобилистов. На этих выходных Новосибирские области пройдут масштабные рейды по выявлению водителей под градусом. Инспекторы будут перекрывать оживленные улицы и заезжать в отдаленные районы города. С начала года произошло 80 ДТП с участием автолюбителей в состоянии опьянения. 14 человек погибли и больше сотни получили травмы. Полицейские привлекли к ответственности почти 4,5 тысячи лихачей. Около полутора тысяч из них отказались сдавать тесты на трезвость. Наша съемочная группа примет участие в проверках. Об итогах расскажем на следующей неделе. И на этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на WhatsApp-редакции номер 8-983-510-2005. Для обратной связи доступна почта программы. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. 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 Базов будем оформлять.